Здравствуйте дорогие друзья, с вами интернет канал Максимадзе и я заметил, что некоторые из вас так и не научились устанавливать моды на игру, когда с соседа, который я снимаю. И вот в сегодняшнем ролике я вам покажу как это делать. Просто некоторые скачивают по ссылке в описании моды, смотрят какие-то 4 или 5 файлов, что с ними делать не знаю. Сегодня я вам расскажу об этом и все покажу. Но перед этим хочу кое-что рассказать. Вот наверняка вы помните историю с тем видео, которое я делал в прошлом году, про то, как установить консольную версию, когда с соседа на ПК. Спустя 5 месяцев на это видео поставили 18+, ну или не 5 месяцев, сколько там прошло. Поставили 18+, я подавал им апелляцию, не сказали нет, наши специалисты все внимательно проверили, у вас там есть контент, который нельзя смотреть детям. Вот я сегодня внимательно пересмотрел и обнаружил, что там была эта самая реклама. На одном сайте, где надо было скачать игру, была непристойная реклама, которую я почему-то не заметил. Я сделал перезалив, точнее пытался сделать перезалив в редакторе, замазал всю эту рекламу, но YouTube посмеялся только. Как только видео вышло, он сразу же опять поставил 18+. Странно, я все нарушения замазал, какого хрена YouTube поставил мне опять 18+, сразу же вышло, YouTube даже не посмотрел видео, поставил 18+. И, собственно говоря, нажимаю кнопку подать апелляцию, и мне пишут, это нарушение обжаловать нельзя. Ха-ха-ха, крутись как можешь, дружище. Да, YouTube смеется надо мной и вообще не хочет помогать моему каналу. Что за несправедливость, а? Поэтому, дорогие друзья, вот что я вам посоветую. Когда регистрируете свои аккаунты, ставьте, что вам там 18 или больше, а то некоторые ролики не сможете посмотреть. Ладно, тут я уже немножко вперед загнал. Это как хотите, просто YouTube ставит, как вы заметили, 18+, даже на те ролики, в которых ничего такого нет. Ну ладно, в общем, перезалив я тут удалил, потому что в нем нет смысла в таком случае. Ладно, короче, давайте я вам покажу, наконец-то, как установить моды на игру, это сцель заседа. Так, здесь у меня находится... Мод, здесь вот у меня находится игра. Так, давайте вот эту папку я сотру, она понадобится потом. В общем-то говоря, давайте сегодня мы проверим это на двух модах. Вот, допустим, вы скачали мод один, по ссылке в описании. Вот, 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 например, вот этот вы скачали. Давайте его откроем. Да, уйди ты в зданицу. И вы обнаружили вот эти вот четыре файла. Вот эти вот файлы нужно перекинуть в папку с оригинальной игрой. Оригинальной, когда сцель заседа у вас должна быть. Если... вот она у меня здесь. Если вы не знаете, где найти эту папку, куда вы установили игру, то на рабочем столе, если у вас есть рылык там. Ну, давай, загружайся, зараза. Вот, я все игры перекинул сюда. Нажимаем правой кнопкой, нажимаем расположение файла. И вот нас сюда перекидывает. Вот, как раз таки вот эта самая папка. И вот, вот здесь в папку даты идем. И вот те самые четыре файла. Мы просто перекидываем их и заменяем. Чтобы не терять оригинальную игру, можно сделать копию этой папки. Нажимаем копировать. И можно прямо в эту же папку скопировать. Что за шум соседей там, бля? Очень надеюсь, что на это видео 18+, не поставят. Короче говоря, вот скопировалась папка, вот копия. Как бы две игры уже. И вот здесь уже можно заменять файлы вот эти. Заменить файлы, да. И что вот это за файлы? GFX Data. Это графические файлы игры. Там картинки, дом нарисованный. Там уровни, они вуди, анимации соседа и так далее. Gamedata это программа, это запрограммированная часть игры. Там по-моему тексты всякие, тексты в игре. Другие команды, с помощью которых выполняется игра. Возможно команды также вот в этом файле находятся. Если вы скачали мод, и в нем есть файл game, вот этот, то тоже перебрасывайте его. SFX Data это звуки, звуки из игры. А это SFX Data High это на высоком качестве звука. Те же самые звуки. Вот в настройках игры, когда заходишь в настройки игры, там есть функция поставить высокое качество звука. Если будет стоять высокое качество звука, то у вас будут проигрываться звуки из вот этого вот файла. Если нет, то из этого. Надеюсь вы все поняли. Вот мы перекинули сюда файлы. И можем открыть мод и посмотреть. Вот мы зашли и можем смотреть. Сейчас у вас наверное дурацкая картинка, поэтому... Так, продолжаем. У вас просто могла картинка испортиться. Ну и давайте еще один мы посмотрим. Некоторые моды могут выглядеть вот так. Да иди ты в задницу я сказал. Могут быть сразу две папки. BIN и DATA. Обычно такие моды запускаются проще. Нужно просто войти в BIN и нажать GAMEX. Тут сразу уже как бы сама игра целиком. Тут и папка BIN и папка DATA. Сразу все готово здесь. Вот эти вот файлы. Вот эти вот. Это шрифты текста. Шрифты текста. Их менять не обязательно. Если у вас шрифт не волнует. Стиль шрифта. Ну вот и все. Надеюсь вы разобрались как устанавливать моду на игру как достать соседа. Если... Если разобрались то ставьте лайк. Если не разобрались ставьте дизлайк. Но надеюсь что все таки вы разобрались. Ну что ж. На этом все. Спасибо за просмотр. С вас лайкос подписывайся. С меня и эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал. Также вступайте в мою группу вконтакте. И всем пока.